Если у мужчины после 30, 40, 50 годов не имеется приличной квартиры, своей какой-то нормальной машины, нормальных сбережений за спиной, не торопитесь ставить на нем клеймо, называть его лентяем, алкоголиком, бесхребетным и так далее. Это тот человек, который всегда со всеми соглашался. Это тот человек, который всем боялся сказать нет. А если даже кому-то в чем-то и отказал, неделю себя чувствовал, как будто он предал отечество. Это тот человек, когда делилось имущество, и он являлся полноправным участником доли, вставал и отказывался из-за малейшего скандала, говорил, пусть будет им, а я как-нибудь. Это тот человек, который простил всем долги и подумал, их Бог накажет. Это тот человек, который постоянно спешил всем на помощь и надеялся на воздаяние по делам его. Рано или поздно такой человек устанет от такой жизни, когда он уже ногами нащупает дно. Ему придется подавить в себе доброе начало. Этот человек перестанет во все верить. И потом люди просто удивляются таким людям. Говорят, такой парень был добрый, отзывчивый. Говорят, сейчас что с ним стало? Почти ни с кем не здоровается. Зажрался там, на всем катается, все себе купил. Там дом построил, там машину купил. Ни с кем особо не общаются, уже начинают думать. А может он магией какой-то занимается? А может он связался с плохими ребятами с какими-то? А он просто устал от всего и начал жить только для себя и обслуживать только свои интересы. Иллюзия доброты ночами потихонечку утонула в слезах этого человека.